А у нас еще одна важная тема есть сегодня, которую очень хочется обсудить с нашим гостем. В гостях у нас сегодня Дмитрий Николаевич Штейн, генеральный директор телерадиокомпании «Крым». Доброе утро! Доброе утро, Дмитрий Николаевич! Доброе утро! Как вы себя чувствуете? Отлично! Празднично? Ну, будем говорить, еще не осознал, да, такой праздник, потому что работы много. Но я думаю, что пятилетний юбилей, да, это один из маленьких шагов, которым нам еще предстоит сделать впереди. Ну, это, в принципе, наш первый небольшой юбилей. Как вы думаете, самые глобальные преображения, которые грядут в нашей медиа-семье, какие? Ну, я бы хотел чуть-чуть вспомнить прошлое, да, что ровно пять лет назад мы, будем говорить, было создано медиахолдинг телерадиокомпания «Крым». Нам передали жуткий телекомплекс, который мы пять лет восстанавливали и превратились, будем говорить, в такого прекрасного принца, как холдинг из шести СМИ, где у нас два телеканала, три радиостанции, сетевое издание. И являемся на данный момент самым рейтинговым телекомпанией в Крыму. Дмитрий Николаевич, ведь у нас правда, у нас каждый год, даже каждый день, каждый месяц, у нас какие-то стройки, мы все готовим. Я знаю, что совсем скоро, у нас через три месяца заработают и новые помещения, в которых откроются сразу три радиостанции, переедут наши, да? Да, да, да. Мы уже давно у нас на территории нашего телекомплекса было здание, которое стояло, будем говорить, мертвым грузом, да, это так называемое здание радиодома. Наши учредители в лице Министерства связи и информации нам выделили средства на восстановление этого здания. 90% там уже ремонт закончен. И буквально к Новому году, я думаю, что радиостанции наши туда переедут, мы торжественно перережем ленточку. Чем больше всего гордитесь вы? Потому что вы здесь очень много лет проработали. Нет, на самом деле я не много лет проработал. Все пять лет, которые создавалась телекомпания, да, действительно, я здесь работал. Я занимался как раз восстановлением, переформатированием, реконструкцией телекомплекса. Сейчас, будем говорить, не стыдно ни гостей пригласить, ни снимать какие-то глобальные проекты, потому что мы создали все условия, чтобы людям работалось комфортно, чтобы гостям было у нас интересно, и чтобы мы создавали программы профессиональные на очень хорошем уровне. Дмитрий Николаевич, нет сомнений, что эти пять лет подарили нам много хороших впечатлений, каких-то эмоций. У каждого из нас есть приятные воспоминания. Мы можем обратить внимание, да, кто-то радуется новое оборудование, новым кабинетам, там новые специалисты, хорошие ребята у нас появились. Какие у вас самые яркие воспоминания за эти пять лет? Ну, самые яркие воспоминания, это, конечно же, работа в сплоченном коллективе, да, это придумывание, это создание новых проектов, потому что, когда ты что-то создаешь новое, это всегда интересно, ты что-то для себя открываешь, и тем самым ты тоже учишься этому искусству телевизионному. Ну, и самое главное, что вот, как сказала Дима, что и ребята появляются, мы как планируемся? Еще, может быть, расширяться? У нас уже запущено два филиала. Да, мы планируем на одном месте, естественно, мы сидеть не будем. Мы планируем открыть филиалы во всех крупных городах. Мы планируем также, возможно, не буду забегать вперед, сделать региональные радиостанции, чтобы на наших частотах радио Крым, там радио моря, звучали именно новости тех регионов, где у нас находятся филиалы. Мы планируем к Новому году сделать новую большую студию. У нас, кстати, в нашем телекомплексе самая большая студия телевизионная в Крыму, 300 квадратных метров. Сейчас она реконструируется. Я думаю, что ближе к Новому году мы уже разработали дизайн-проект, и к Новому году будем строить ее. И всех удивим с новой локацией. Да. Абсолютно точно. Дмитрий Николаевич, ну, согласитесь, самое главное для медиасемии – это наши любимые зрители. Могли бы рассказать, насколько у нас стало их больше, насколько наша семья, так сказать, расширилась, насколько увеличился охват аудитории? Ну, дело в том, что охват аудитории у нас увеличивается постепенно, да. Мы вещаем в цифровом формате. Наши коллеги с РТРС каждый год увеличивают новые передатчики. Мы появляемся в различных населенных пунктах. И сейчас уже мы достигли цифры в 96% покрытия. В следующем году будет происходить увеличение охвата радиостанций. Там порядка 26 населенных пунктов будут подключены передатчики для трансляции радио «Море» и радио «Крым». Да, и вот не могу не спросить за утро, потому что в этом году утро выходило даже с мыслей Тарханкут практически у берегов моря. Вот скажите, пожалуйста, а ведь разве это не самая такая большая выездная студия, которая была в Крыму? Вот знаете ли вы еще примеры того, чего удалось уже добиться с помощью наших выездных студий? Ну, дело в том, вспомните, пятилетие Крымской весны был, мы провели один из самых глобальных телемарафонов, да, по празднованию, по празднованию, как у нас в городе Симферополе и вообще в городах праздновали этот день. У нас тогда работало 4 передвижных телевизионных станций и 8 точек подключения, да, с мест празднования. Это, мы были эксклюзивными, будем говорить, поставщиками телесигнала, у нас даже этот телесигнал брали федеральные каналы. И по рейтингам в этот день мы переплюнули все федеральные каналы, кроме НТВ и Первого канала. Ну, это настоящий уровень. Я абсолютно согласен. А может, какие-то анонсируете преображения, которые у нас еще все же будут, может, чего-то мы ожидаем? Ну, во-первых, преображение – это появление новых телепроектов. Есть задумки у нас о различных телепроектах, зрители чуть попозже о них узнают, да, и это и культурологические проекты, и это различные реалити-шоу, это телешоу. Так что смотрите наши телеканалы, все увидите. И нередко вот на самом деле части новостных сюжетов, так как мы с вами знаем, они появляются таким образом, что люди просто могут прийти на телерадиокомпанию и сказать, что вот я хочу вот осветить такой вопрос. С какими вопросами и могут ли люди продолжать дальше обращаться, а мы, в свою очередь, услышим, расскажем, поможем? Обращаться обязательно надо. Мы абсолютно все информационные сообщения, которые приходят на нашу почту, которые приходят на наш сайт, обязательно рассматриваем и по каждому делаем, делаем какую, ну, будем говорить, собираем информацию, да, потому что даже если какая-нибудь бабушка позвонит, скажет, что у нее течет крыша, мы обязательно туда приедем и уже местным властям скажем, ай-яй-яй, да, смотрите, что происходит. Поэтому можно просто прийти, опять же нам позвонить, прийти на проходную телерадиокомпанию Крым на студенческую 14, и мы оперативно отреагируем. Дмитрий Николаевич, нет сомнений, вот вы говорили, что у нас будет больше различных филиалов в крупных городах, и нам понадобятся люди, наверняка это будут начинающие, может, где-то специалисты, которые нас сейчас смотрят и тоже хотят вот погрузиться в нашу медиасемью. Как этот процесс будет осуществляться, будут ли какие-то специалисты на местах, которые будут помогать им реализовываться и набираться нового опыта, как это будет проходить? Дело в том, что в Крыму, к сожалению, нет профильного института, который бы обучал телевизионщиков, да. Если есть журналистика у нас, КФУ замечательно этим занимается, есть филологический факультет, ну вот, например, научить звукорежиссера или осветителя, или оператора, это у нас только работают, вот, будем говорить, несколько людей у нас есть, которые именно профильно занимаются, учились на эти профессии, а так мы учим сами. У нас сейчас большая команда уехала в Москву на телеканал НТВ, будем говорить, получать опыт больших проектов, потому что мы стремимся именно к картинке федеральных каналов. И мне кажется, что полностью ее и соответствуем, потому что картинка у нас знадная, и то, что мы постоянно и оформление подбираем, совершенствуемся. Ну, в общем, гордо, гордость испытываешь, когда работаешь на этом телеканале. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Вам спасибо. Я всех телезрителей хочу поздравить сегодня с пятилетием нашей замечательной телекомпании. Мы для вас работаем, будем работать, будем стараться делать самые замечательные проекты.